Кто не знаком, я Николай Васильевич Кришининник, я работаю с голландцами с 91-го года. Многие в зале, не многие, но, наверное, которые в зале есть, которые, извините, не родились еще к этому времени. Но, как видите, живут, работают люди в этом плане. Поэтому первую половину моего срока я работал в компании Бея, занимался, кажется, чем Юра занимается. Потом голландцы прислали директора, дурака. Я ушел, но потом голландцы, которые другие, которые занимаются техникой, они знали меня, ну, подобрали, и я сейчас с ними работаю. Это компания ПХ, мы занимаемся поставкой техники для выращения картофеля и овощей открытого грунта. От подготовки почвы, посева, посадки, уход, уборка, закладка в хранилище, хранилище и предпродажная подготовка, мойка и упаковка. В компании, значит, специально есть люди, которые помогают, потому что у нас много специалистов. Много образуется хозяйство, которые, ну и хозяйство, может, фирм, да. Где во главе стоит мужик, который когда-то в детстве ездил в деревню и видел, как у бабушки растет там что-то на городе, и начинает это все руководить своим новоприобретенным хозяйством. Поэтому мы помогаем, чтобы, ну, короче, цель такая, чтобы наши клиенты были богатыми. Ну, не подумайте, чтобы голландцы такие добрые, чтобы вы были богатыми. Нет, мы просто по принципу, что если вы будете богатыми, то вы поделитесь и с нами. Поэтому я понимаю идею, почему вы пригласили нашу компанию выступить, потому что, как сказала моя коллега, рядом, кажется, живем, как всегда встретились, чертизная где. Заденцова, которая сказала, что когда в город приходит пандемия, конечно, ну не все болеют, да, естественно, да. Поэтому цель такая, мое выступление, чтобы когда у вас будет хороший, здоровый картофель, естественно, как и люди здоровые, да, они больше противостоят всяким проблемам. Ну вот, кажется, так, если посмотрите, слева по борту нам нужен такой картофель, да, в принципе. Во-первых, чтобы иметь вот такой картофель, да, нужны подборы сортов. Не все сорта, конечно, способны дать вот такую вам картину, потому что зависит у картофеля, какое количество стеблей, продуктивных стеблей они формируют. Есть сорта, которые формируют вот здесь, вот, допустим, 2-3 максимум стебля при любых условиях. Есть сорта, которые формируют до 9 стеблей. Поэтому нам приходится вспоминать первое занятие, в котором мы были студентами, хорошее время было, да, что такое норма посадки. Норма посадки, естественно, для картофеля тоже очень важна. Здесь проходили такие перемены по норме посадки. Ну, сначала мы сажали тоннами, да, потом мы продвинулись более-менее шли на тысячи, да, и сейчас начинают применять все больше такой прием определения, как количество продуктивных стеблей на метре погонном. Поэтому как раз это более точное такое мы рассчитаем. Потому что и нужно нам примерно при межурезе 0,75 метра, да, значит, ну вот там есть такая, что 13-16 стеблей нам нужно на погонном метре. Этот показатель очень зависит от, во-первых, как я сказал, от сорта, сколько стеблей он сможет сформировать. Второе, при каких условиях выращивался семенной картофель, при каких условиях семенной картофель хранился. И поэтому, зная свои местные условия, при которых вы выращиваете семенной картофель, зная свои хранилища, вы должны уже периодически набирать статистику, набирать опыт. Что, допустим, что в прошлом году посадили, да, маловато, а тут посадили, загустили. Нужно такое набирать опыт. Но опыт, чтобы вы уже устали, я такой напомню, коротенький анекдот советских времен, когда профсоюзы возили народ грыбы собирать. Ну и после таких поездок, представитель правкома собирает народ и говорит, так, первый раз ездили, взяли по одной, не хватило. Мужики пошли в деревню искать добавок, заблудились. Второй раз поехали, взяли по две, хватило. Но половину в лесу потеряли. Поэтому едем завтра, товарищи грибники, берем по три и с автобуса не выходим. Поэтому вот набирайте такой опыт по норме посадки, чтобы этот, потому что все зависит от условий растения. По современной, естественно, технологии ежегодно закупает элиту в Голландии, ежегодно ее высаживает. Вот одновременно поле его в 11-м году. Ну, кто помнит, перед 11-м годом был 10-й год, да? И кто хорошо помнит, 10-й год хорошо горел, да? И вот в 11-й год мы приезжаем, у него картофель, ну у него все, полив, мы поставили 30 установок по поливу, там вся машина у него, все есть полностью. Вот его поле, да? И вот рядом поле картофеля из семян, выращенных в условиях жары 10-го года. Они бросили, они не стали обрабатывать, видите, он уже подзарос, это полностью. По какой простой причине? Потому что семенной картофель очень реагирует на температуру его выращивания. Почему голландские фермы и вообще вся Голландия, они хорошо живут, поставляя семенной картофель в порядка 110 стран мира? У них прохладный климат, и они могут вырастить качественный семенной картофель. Допустим, Африка или Азия, они не в состоянии вырастить семенной картофель по такой простой причине, что у них вот вырастет. Почему это происходит? Потому что когда идет высокая температура, у картофеля очень быстро крутятся часы. И он становится, он хоть маленький, но он уже старый. Как в Одессе говорится, маленькая сучка не значит, что она молодая, она просто маленькая. Поэтому вот такая картина получается, что когда мы посадили картофель, когда мы раскопали его картофель, он вместо ростков он дает сразу маленькой клубинке. Вы, наверное, видели такую картину когда-нибудь, да? Поэтому я вам почему сказал, что норму посадки набирайте опыт. Не за грибами ездите, но тоже важно, кстати. Какие у вас условия? Если у вас было жаркое лето в прошлом году, то ждите проблем по картофелю, потому что это скажется у вас на качестве семян. Вот о чем я говорил, что есть разные сорта, разное по количеству продуктивных стеблей, они туда поставили. Еще вот как раз на Голландщине, да? Как работают голландские фермеры, да? Все они закупают элиту. У себя ее сажают, выращивают. В принципе, вот у нас есть такой майндерт, мы с ним много работали вместе с фермером, да? Вот у него 26 гектар картофеля. Он на 3 гектара ежегодно покупает элиту. Ежегодно сам у себя выращивает семена первой репродукции. И почему я к нему как раз заезжал, показывали, да? У нас получилась такая проблема. Ну, кто сталкивается с семенным картофелем, там, ну, в контракте, допустим, идет там, что фракция 35-45 миллиметров, да? Приходит элита крупней, пошли разборки, что пишут, алло, гараж, 35-45, а у вас пришла шестерка, как говорится, да? Поэтому мы пытаемся всегда объяснить, что вообще почему мы сажаем, когда картофель мы выращиваем, почему мы сажаем мелкую фракцию, потому что если мы сажаем крупную фракцию, да, крупный картофель, она завяжет много клубней, и раз растение завяжет много клубней, всех она прокормить не сможет, и мы получим много клубней, но не товарных. Поэтому мы почему сажаем мелкие, потому что мелкая фракция, она завяжет меньше клубней, и растение всех их прокормит, и у нас будет товарный клубень. И самая хорошая фракция, допустим, она самая дорогая, кстати, 28-35 миллиметров, потому что она мало завязывает клубней, тем более она более-менее стабильно завязывает количество клубней, которые, да, мы можем точно рассчитать, сколько нам надо посадить, чтобы этот... Поэтому вот как раз элит, он его показывал, мне показалось, смотри, вот я сажаю шестерку элит, потому что мне нужно семенок клубней много мелких, поэтому вот такая картина, что если у вас будет элита крупная, это очень хорошая, правильная элита. Дальше, на своих участках, которые они посадили, голландские фермеры, да, у них есть компании, которые приезжают, вот такая машинка. Кстати, я говорю, не, у нас нормально уже в России с семенами, они спрашивают, сколько у вас таких машинок на Россию? Одна, у Игоря Володина, в Агрика. А? Это что на хозяйство, Васильевич? Подмосковье, подмосковье. Он бывший работник Агрика, потом, ну, естественно, вырос, свое семеноводческое хозяйство, и он прекрасно понимает. Поэтому, ну, вы представляете, что, допустим, такое поле, да, и нужно вот здесь звучали слова, что фитопрочистки, фитопрочистки, да, их надо делать, да. Многие с вас ходили по картофелю. Скажите, сколько времени вы проходите по этому картофелю? Выдержите, вы, нет? И тем более вы будете уставшие, да, и вы не увидите это больное растение. Я говорю, господи. Поэтому специально, они почему едут сверху, чтобы не ходить, чтобы они были не уставшие? Ну, это, как правило, люди такого, ну, с опытом, я не буду называть их возраст, я скажу, с опытом люди. И они, конечно, не уставшие, тем более сверху их видно, все эти больные растения. Вниз там гидравлика опустились, больное растение выкопали, кузовок бросили, вывезли. И вот к фермеру приезжают эти ребята, они ему прочистили, и все. Тем более, что у него, этот, обязательно, естественно, семенных участков обработки еженедельные. Ну, и постоянный контроль. А что вы там написали ежедневно? Еженедельно. Еженедельно. Значит, у нас не так уж плохо. У нас есть такой, может, кто слышал, может, кто встречался, бабушкин Андрюха. Он уже работает... А? Не понял? Мариэл? Да, Мариэл. Мы с ним вместе работаем 30 лет. Он, кстати, выпускник консерватории. И как-то Бея проводила семинар, ну, ему, как известно, моего с чего воду готовили воду, дали, ну, слово на тост. Он врубил арию с царской невесты. Я посмотрел, вся выпивка пошла напрочь. Толпа вся протрезвела. Когда фермер поет арию с царской невестой, запил, да. Вот смотрите, он получает сейчас по картофелю 90 тонн. Если ему... Очень хороший семеновод, Васильевич. Да. К ним сейчас работает Садокос, по-моему, с ним работает. Потому что он вырастет элиту. Садокос, да. Да. Элиту вырастет для иностранцев. Иностранцы ему... Садокос, чувашки. Он заказывает, да. Да. Ему он вырастет элиту для иностранных фирм. Да. И вот, и он еще до этого, да. Смотрите, он провел. Сколько химических обработок на семенном картофеле? 18 за сезон. Во-первых, он... Здесь слово звучало много. Присадебное хозяйство. Естественно, у него есть присадебное хозяйство. Да. В лесу купил специальную машину. Я не знаю, как ее называют строители. Как эскаватор, но вместо ковша у него такой клюв. Вот он выдирал вот эти все растения, лес. Таким образом. Поэтому семенные участки находятся строго изолированы в лесу. Раз. Второе. Он палит еженедельно химией. Что он еще напишет? Видите, вокруг поля надо посеять... Да, дешевую вонючку. То есть перитроиды. Ну, он, выпускник консерватории для него этот. В принципе, вонючка какая-то дешевая. Что он обрабатывает? Более того, смотрите. Он обсевает вокруг семенных участков веко-овсяная смесь. Когда тля летит, она сразу садится на эти вот вокруг семенных участков. Потому что веко-овсяная смесь, она более интересная представляет по вкусу, чем эта картошка. Витам Панковский. А? Витам Панковский. И поэтому вот. Поэтому... А вот такой вопрос. Да, конечно. Я хотел бы сразу, чтобы не было таких, что я читаю лекции, вы говорите, с основным. Сразу походу в вопросы, чтобы да. Вы можете посчитать. 18-го проработка. Каждую неделю. Это выходит, грубо говоря, 5 месяцев. Он выращивает семенную карту. День дней. Что семенную карту? Посчитать. Через 5 дней он работает. Ну, за 20-м, да, и еще неделю. Нет, ну, это такое общее. Во-первых, я вам, знаете, скажу такое, что вот эти рекомендации химикам, там еженедельно или как? Нет, вопрос правильный, да? Мы работали в Бурятии. Значит, они полный комплект. У нас взяли набор овощей. Я приезжаю настраивать морково-борочный комбайн. Ну, они тоже для пробы посеяли лук. Ну, я могу показать фотографии, надо было, чтобы вы им поверите. Понимаете, конец сентября, стоит лук у них, зеленый как лук. Я говорю, чем обрабатывали? Я говорю, ничем. Я говорю, как ничем? Мы в Ставрополе уже сделали на прошлой неделе 42-ю обработку на луке. Бурятия, минус 40 зимой, плюс 40 летом, суховей с Монголией, говорится, да? Снега зимой, в туфлях спокойно проходишь, нету, все, нету. Лучше самое инфицирую. Для химиков катастрофа. Ни одной обработки. Я вам покажу фотографию. Конец сентября стоит зеленый как лук, потому что плюс 40, минус 40, суховей. Я говорю, слушайте, ребята, у вас тут золотое дно, в принципе, если бы раскрутиться, да? Поэтому, коли и брать, допустим, вашу зону или северо-запад, да? Или тем более, если брать Голландщину, да? Естественно, еженедельно это абсолютно, а то и чаще. Поэтому зависят условия обработки. Ну и про бабушкину скажу, да? 250 гектар картофеля – это фиктивность просто фермера. Два, две ульха самоходные. Да. Покупаю все за свои деньги, никто ему там не увалил, он в консерваторию заканчивал. Ну, он начинал, свозили мы его на Голландщину, он купил, помню, ручную такую сиелочку. 500 долларов, я запомнил, она стоила, да? И вот он начинал с этих овощей, сейчас у него 250 гектар картофеля, там овощи. Все фермеры, мы ели от него. Да. И ору конкурента он вырастил. Вырастил сам конкурент. Поэтому, ну что качество семенного картофеля? Естественно, это нужно начинать с пробирок, это мини-клубни, другого варианта, плюс цену, вот та технология выращивания семян, которая по факту, что это изоляция, контроль фитопрочистки и плюс химия. Тут уж ничего другого варианта не придумаешь. Ну вот выращивают, как говорится, мини-клубни. Еще какие проблемы? Картофель, конечно, как культура, очень реагирует, что если у нее, короче говоря, так, в периоду цветения у картофеля должны сомкнуться междурядия. Если у вас к периоду цветения междурядия не сомкнулись, это уже проблема. Какие могут быть проблемы? Первое, как говорится, как-то было одно модно, этот, междурядия 90 сантиметров. Что, мол, даем шире междурядия, то картофель лучше, этот, а я говорю, а что норма посадки? Норма посадки та же самая. Я говорю, ты даешь шире междурядия, но в ряду ты загущаешь, да? Собаки спрашивают, тебе как перестройка? Хорошо. Цепу длинили. Ну, и у тебя миску дальше отодвинули. Поэтому, ну что, ну, ну, раздвинул ты междурядия, да? А в ряду ты загустил. Ну, и эффект какой. Поэтому как-то, ну, было время 90 межд, да? Второе, допустим, я еще говорю, что нужно сомкнуться. Значит, если у вас не сомкнулась ботва в периоду цветения, значит, у вас было мало, вы дали азота. Все, не на корм, все, это. А если у вас не сомкнулась междурядия, свет попадает, картофель так устроен, или мелкая еще посадка, допустим, да? Смотрите, клубень, да? Из клубня идет столоны. Из клубня, с талоны идут. И мы имеем вот такую картину. А сиреная давая посадка? А, не имеет значения. А? Не имеет значения. Не, так по уставе тогда там. Надо рассчитывать. Три ряда в ряде. Норма посадки, ну, то же самое, цепь и миска. Это, блядь, вот немножко, средний ряд почему-то получается жжок. Вот ряда посадка? Да. Вот ряда, в это ряда три ряда. Да. Я вам скажу, что третий хуже, средний хуже, да? Я это проходил, как только я начал работать в компании Бея. Мы начали работать с селкой Станхей. У них были такие селки, она села, морковь, только три строчки. Ну, я, как Юра тут выступал, что гибриды Бея, это солдаты парадной роты, С1, В1. Подходит, идет такой семинар, мне подходит. Иди сюда, парадная рота. Подходим на поле, треть недогонов. На гибридах Ф1, Бея. Ничего не понимаем. Стали смотреть, средний ряд затеняется. А там она была по-диотски сделана, что нельзя было убрать средний ряд, да? И потом по луку мы посмотрели. Лук выращиваем. Ну, четыре ряда между колесами трактора при колее 1,5, да? Второй и третий ряд, все, питание, все, сорт тоже самое, полил все тоже сразу. И мы по луку, допустим, сейчас кто-то работает по этой схеме, мы крайние сошники, первый, четвертый, ставим диски с одним количеством отверстий. На второй и третий ряд мы ставим диски минус 20% семян. Все им меньше. Да. Поэтому я говорю, что норма посадки – это очень важное распределение, показатель. Ну, опять вернемся к нашему этому любимому кусту. Но его надо еще накормить, да? Ну, азот, понятно, урожай, да? По азоту у картофеля какая есть специфика требований, кажется, да? Что если мало азота, он дает малую вегетативную массу, да? И он начинает завязывать клубни тогда, когда заканчивается азот, и он прекращает рост ботвы. Так устроено растение, что все плохо, больше не расту, ну, хоть потомство надо дать. Поэтому, если вы дали мало азота, у вас получается маленькая ботва, и она быстро закладывает клубни. Если вы дали много азота, я встречал такие поляди, ботва мне была по плечу. Азота много, картофель растет, ботва такая, ботва уже поднялась по плечу. Он не завязывает клубни. Почему? Что вязать? Азот, если расту, хорошо, все прекрасно, да? Поэтому по азоту должна быть такая философия. Что вы даете от нормы 80% на рост вегетативной массы, чтобы выросла эта ботва, совпустия между ряди. И когда картофель завязал уже клубни, тогда вы даете еще 20% азота на рост клубней. Потому что если вы сразу можете дать, и тем более его будет немного азота, то он у вас, этот весь азот, уйдет практически на рост ботвы. Поэтому по азоту, смотри, учительница такую специфику. Фосфор. Ну, Юра говорил, ничем не отличается, допустим, да? Что фосфор нам нужен для корневой системы. Почему очень важно весной, почему все эти азофоски, всегда фосфор вносить весной. Потому что как раз когда у растений формируются корни, им нужен фосфор. Ну и у картофеля еще закладка клубней. Самый основной, конечно, элемент питания калий. Пределяет все. Особенно сохранность, устойчивость ко всем неблагоприятным факторам. И его нужно очень много. Если посмотреть, смотрите, наш институт Лорха дает, да? Ну, дает Европа. Смотрите, азота 5,4. Фосфор одинаковый, калий, да? Практически одинаковый, кальция, да? Что если нам получить... Ну, такой оправданный... Экономически оправданный урожай картофеля 50 тонн за гектар, да? Семенович? А? Семенович? Нет, нет. Нет, продовольственная. Урожай, продовольственная картофеля 50 тонн за гектара нам получить, да? Нам нужно внести азота, ПДВ. И самое главное, смотрите, калия, ПДВ. Ассортовые осуды. А? Ассортовые осуды. Сейчас на его полу, по азоту, меньше, меньше. Понимаете, у нас немножко... Я менее, было возможно сравнивать, допустим, голландская система образования и, естественно, наша система образования, и подход агрономический у голландцев, допустим, и у нас, да? У голландской сельхознауки и у голландских фермеров строго такое отношение, что я взял вот эту землю, и я хочу, чтобы эта земля такой же дошла до моего внука. Все. Все. Наша система была такая, что я взял эту землю, мне надо хапнуть, получить урожай, продать там, что-то заработать, да? Так, сколько там гумуса, ага, что азота, 270, что, туда-сюда, почва-то есть, да? А я задаю такой простой вопрос, а почва – это бездонная бочка или что-то с нее выкачивается? Молчат. Поэтому голландские говорят, нет, я не мучаюсь, мне надо по выносу получить 50 тонн, я вношу. Получая свои 50 тонн, спокойно пью пиво, потому что у меня совесть чиста перед внуком, что я землю не трону. Поэтому вот такое отношение. Но самое главное, смотрите, они всегда по каптофеле выдерживают, что если, ну, не тянем на 50 тонн, тянем на столько, это, да, чтобы обязательно было соотношение между азотом и калием, чтобы калия было всегда в два раза больше, чем азота. Тогда у вас будет урожай, ну, нормальный, пусть не хороший, но нормальный. И самое главное – это будет сохранность. Для каптофеля это вы сами представляете. Сухие вещества, вот как, сухие вещества, с каким способом? Сухие вещества, которые… Ну, это все калия. А калия в конце можно вносить? Да, вот я вам сейчас скажу, допустим, что вот у нас. Что, не едет? Не включает? Не вижу без очков. Надо вам посоветить больше. Ну-ка, сейчас, ну. Переключи там компьютеры. Следующий? Да. Вот смотрите, вот бабушкин у нас, выпускник консерватории, да, вот он как работает. С осени он носит полтонны калия хлористого, да, 60% умножим на… Это уже 300 килограмм калия по ДВ он сразу вносит. Перед посадкой, при основной почве, диамофоска, полтонны. Еще калия добавляет, калий мах перед посадкой. Ну, азота. Я могу точить, но, в принципе, он добирается в эту сумму, чтобы… Потому что он потом еще по веетации калий серно-кислый дает. Есть у нас еще Володя Пахомов, такой опытный агроном ульяновский. У него, в принципе, такая, смотри, мне нравится это хозяйство, да, у него 800 гектар земли, да. Смотрите, картофель он сажает 200, то есть он четко соблюдает все обороты. Зеркор нет. А? Зеркор нет. Этот. Он соблюдает потом все обороты, да, у него зерновые овощи. И на эти 800 гектар он носит 600 тонн удобрений. 600 тонн удобрений уносит. Знаете, вот 800 гектар. И так как он, я почему, я первый раз встречался, разговорились. Он говорит, слушай, у меня зерновые, мне достал зеркор, это полосатость уже вот, от зеркора. Да и котов, который, девочки. А это вот этот специалист, которого вы варили, там уносит? Да, бабушка. Первый Бабушкин, а Володя Пахомов, он специалист. Не понял. Не, на все. На все. Под зерновые, естественно, он уносит меньше. А пока котов, смотри, он уносит азота 300, калий Н600 дает вообще. Если голландцы рекомендуют, там, 525, он калий, это в ДВВ. Да, урожайность. И к нему сейчас тоже обратились иностранные фирмы, и он сейчас выращивает семенную элиту для иностранных фирм. Говорит, ну, я говорю, Володя, как дела? Он вот этот, исчезли? Ну, ушел от зеркора, потому что он съест зерновые, а вы знаете, после зеркора на зерновых проблема. Ну, вот здесь говорили, что обработка клубней перед посадкой, да, Мафикс, хорошие приборы, да, мы их поставляем, носо из чиста. Вот как раз фотография сделана как раз у Бабушкина. Вот он обрабатывает обязательно перед посадкой семенной картофель. Вот как раз я был у Бабушкина последний раз, вот его, ну, очень много, знаете, рекомендаций по обработке клубней. Вот он на Мафиксе дает престиж, ну, шасси Турнатон, чтобы, да, и в поле он дает вот. Но это семенные посадки? Да. Скажите, а весеннее внесение калий-хлор как-то прорвится? А как думал? Вы знаете, нет. Мы не замечали такое, чтобы единственное, когда вот, даже летом кто-то работал калий-хлористым, да, по авитации. Единственное, мы видели проблему, если был влажный лист, и калий-хлористый попадал на влажный лист, подгорал лист. Если работали по сухому листу, в принципе. А то, что, допустим, я не знаю, допустим, ну, наши ученые считали, что хлор, ну, может, на самом деле это плохо. Почему и на... А? А хлор, ну, не подарок, понятно, да? Ну, и я думаю, что почему осенью основного вносят калий-хлористый осенью, да? Потому что, во-первых, калий, он переходит в доступную форму для растений только когда находится влага в почве. Вот, кстати, как раз этот любитель цветущего картофеля в Липецке, я у него как раз был, он агроном распекал. Слушай, я тебе дал удобрение, да, ты выносил, да? Я проезжал, я не видел разницы никакой по удобрению, я больше тебе удобрения столько не дам. А я говорю, а чем ты заделал калийное удобрение? Ну, что ж, дед мой пахал плугом, я сейчас буду пахать, ага, с охой плугом. У меня современный мужчина, у меня дискатори. Я говорю, а дискатори, глубина заделки меленькая, и калий лежит в сухой почве, и калий превращается вместо удобрения в цветные камушки. Чтобы калий стал доступным, и он нужно обязательно, почему с осени, и почему запахать, что он должен быть постоянно в влажном слое почвы, тогда калий доступный. Или полив, конечно, кто вот они работают, они вносят. Посадка по температуре, конечно, очень многие делают ошибку. Кстати, Брянщина, вы этим грешите. Очень рано вы на первом месте вы рветесь с посадкой картофеля. Холодно, но все равно вы... Потому что, смотрите, если у вас не прогрелась температура почвы меньше, чем 10 градусов, ну вот я Бею говорил, когда, допустим, я работал в Бею, да, Бея в качестве семинаров, сувениров, дарила почвенные термометры агрономам. Ну, эти они мерили, все знали, да? Сейчас Бея дарит агрономам календари. И все, у-у-у, пора, пора. Поэтому, ну, не дарит Бея вам почвенные термометры, точный показатель, народ давно заметил. Если в почве белая нитка сорняков появилась, все, работай смело. Сорняк он... Не-не, береза не совсем, потому что береза там растет, там, а поле, там, это нет. Когда именно на вашем поле вы ковырнули сапогом и увидели белую нитку сорняков, все, почва прогрелась, можно сеять, сажать смело. Поэтому, почему это важно? Что резоктония, ну, вот, как я правильно сказал, это несмываемая грязь, да? Ее никак не отмыть, эту несмываемую грязь. Или мы имеем вот такие клубни, это от резоктонии. Поэтому сажать картофель, когда почва прогрелась, появилась белая нитка сорняков. Глубина посадки. Ну, я думаю, тут ничего вы рассказываете, я не буду, тут все понятно. Что клубень сажать 15-20 сантиметров. Нет, если у вас нужна ранний картофель или у вас тяжелые черноземы, да, конечно, это мельче, это ясно, да? Вот бабушкин рукой копает, ищет клубень. Нашел клубень, если вы его там видите, да, поверьте мне, 20 сантиметров. Вот он получает 90 тонн, почему, да? Как он готовит почву? Весной удобрения проходят тизелем. Ну, чтобы трактора мощные с удобрениями проходят тизелем. На это же поле он сразу запускает гребнеобразователь. Он взрыхлево нарезает гребни. Во-первых, он может начинать чуть пораньше, гребни прогреваются быстрее, чем плоская поверхность. Поэтому он нарезает гребни. И по гребням, вот они постояли, прогрелись, уже заблестели, да, по гребням и сажают. И у него получается на глубину 20 сантиметров почва прогретая, рыхлая. Для того, чтобы не уплотнять ее, ну, мы, допустим, если на склонах, чтобы не было, вода останавливалась, ну, понятно этот прием, да, чтобы вода не скатывалась, задерживалась, да. Поэтому он для сохранения, он пошел вот, он совсем делает рыхлый гребень, чтобы вода полностью вся впитывалась, чтобы не было между ряде борозди. Но, правда, пару лет он подзалетел, как говорят женщины. Вся эта масса почвы рыхлой с картошкой по склону съехала. Потому что, ну, такие лила, там, что-то невероятные были осадки. Поэтому тут такие варианты тоже бывают. Кто работает по традиционной схеме, что посадка плюс гребнеобразователь, да, не опаздывайте с образованием, только клубень прогрелся, чуть наклюнулся, сразу начинаете делать гребень. Потому что если вы будете делать гребень в более поздний срок, вы обламываете корни и обрываете, обламываете ростки и обрываете корни. Поэтому тут всегда нужно, что гребнеобразователь должно быть всегда больше, чем сажалок, потому что гребнеобразователи ходят, ну, как вот американцы говорят, пересадка картофеля получается, что вы сдвигаете, фреза работает, сдвигает через комки, сдевает клубни, и вы пересаживаете, то есть обрываете корни. Ну, мы поставляем сейчас такую технологию, что сразу идет посадка и сразу формируется гребень. Сразу проход за день. Такая технология. И у нас этот Володя Пахомов, который говорил, ага, сейчас вы мне впаритесь, сейчас, сейчас. Берет поле, 70 гектар, половина, разделяет дорогой. Один одновременно, один и тот же сорт, тот же полив, то удобрение, все полностью. Значит, слева пошла комбинация, когда сразу гребень и, ну, по садке сразу гребень. И справа обычная технология. Я говорю, ну, что по осени? Вот 12 тонн разница. Поэтому, естественно, он ушел на эту комбинацию, бабушкин тоже ушел на комбинацию, что сразу за один проход сажаешь, и клубень на нужной глубине 20 сантиметров, и по центру именно. Потому что здесь вот почему много пропусков, потому что клубень где-то не по центру, был сбоковой, поэтому такой картофель. Ну, сейчас многие ушли на эту технологию, что вот режут гребни, вносят добрение, режут гребни, гребни прогреваются, по ним сажают. На одном поле можно собрать всю технику, на одном поле подвозка картофеля, химия, обедов. Это более эффективно работать. Ну, по-человечески, в Тамбове, на Черноземье купили эту машину, вот не работает ни хрена эта ваша сажалка. Такой джундир по Чернозему влажному прошел, сзади тут стоит фреза, пытается за джундиром взрехлить и посадить на нужную глубину. Конечно, как у людей, допустим. Нарезали гребни, поставили спарку, чтобы эти гребни не нарушать, и сажают, все это делают. Ну, проблема есть с загрузкой, потому что здесь уже не подъедешь, стоит капот, приходится соображать такими картинами. Или вот есть такое, мы поставляем устройство, сразу же загрузка была с помощью элеватора. Ну вот, знакомая картина. Мне нравится, француженка пишет на телевизоре, вот я купила семена цветов, посеялась, сейчас я не могу отличить, где мне цветы, где мне сорняки. Вот, мадам, очень просто. Вырвите все, то, что вырастет опять, это будут сорняки. Поэтому, не, ну, все смеетесь. В самом деле, как отличить? Очень просто, мадам. То, что вы, и вы отличили, где цветы, и где сорняки. Поэтому такая картина. Да, конечно, голландщина, ну, что, зенкор, ну, обратите, 75-150 грамм. Плюс базогран, да? Ну, принципный титус еще. Все. Больше голландцев гербицин нет на картофеле. Ну, смотрите, дозировка, да? 150 грамм, да? Америка. Америка вообще дает, ну, я всегда несколько раз пересчитываю, потому что эти бушели на акры, перевести в килограммы на гектары, ну, дает максимум 280 грамм. Вообще-то, американцы очень славятся большими дозами всякой химии. Они бухают, да? У меня дочь, ну, к моему сожалению, честно скажу, работает в компании Дюпон, занимается селекцией сои. Ну, что, американцы выхватили. Толковая девчонка, золотая медаль, красный диплом. Фрео, чачка, говорится, бесплатно. Заманили в аспирантуру, там оставили, работает. Я у меня спрашиваю, слушай, почему такие дозы бухаете в химии? Я же смотрю, да? Папа, ты что не понимаете? Большие дозы, много химии надо, значит, химические компании хорошо работают, да? Много химии, люди болеют, значит, медицина и лекарства-производители тоже хорошо, и все очень просто. Все не поймете, пора уже понимать. Ну, в принципе, у нас... Да? Не, ну я снимал, я не помню когда. В 22-м году. Приезжаю к Кемерово, проезжаем, я говорю, картофель, они говорят, ага, в прошлом году. И тьмень посеяли. Приезжаю к любителю цветов, у него же треть, собственник рапсового завода, рапс. В прошлом году был картофель, да? Вот почему вот, когда стал вопрос, вот это Володе Пахову написано, зенкор нет, мне не надо на зерновых вот это. Ушли, боксер Гизагард, или, если повидаться надо, зенкор по 100 грамм повидаться, и будет вам счастье. Ну вот, в принципе, кто что применяет, я тут расписал, но по времени не буду говорить. Кто заинтересует, снимите, или здесь будет, можно перескопировать. по болезням, по болезням, конечно, всего полно, и на Голландщине вот три короля, как они называют, по защите, вот эти основные, они, основными работают. Акробатом они работают, по-моему, у меня где-то есть, да, Акробат, да, восемь обработок за сезон. Вот когда стал вопрос, что сколько, как и когда, да, Голландщина одним Акробатом восемь обработок делают, потому что еженедельно, они там, ну, другого выхода нет. Ну, тоже разные варианты, кого будет интересовать, можете скопировать. Поэтому, вот как только картофель начинает закладывать столоны, в этот период картофель определяет, сколько клубней заложить. Вот тут нужно обязательно полив. У многих сато это совпадает с бутонизацией цветения. Ну, вот расписана, в принципе, вся эта система. Кого интересуют наши рекомендации, как это все поливать. Ну, это что? Было сухо, да, и... Не, было сухо, полили. Супер. Скажите, вот у ныгры не в картошке, если это сама пустота? Пустота летом или в хранении? В хранении. В хранении дойдем. Летом было сухо, полили резко, неравномерный полив, потому что, когда мы вот поставляем установки, полью, без полива. тем более. За неделю 300 миллиметров выпало. Было сухо, потом много выпало осадки, большой дождь рвет. Это тут другое... Было приятное условие? Было приятное условие? сформировался, не хватило на прайс. Нет, иногда бывает потому что рвется, почему, как говорят... Дупло, физиолог, очень бурный рост. Если бурный рост шел клубня, по каким-то причинам, что был перебор по азоту, он рванул в рост. Если бурный рост клубня идет... Я не знаю, если это комический прием, этот бор, или, допустим, такой вариант, что этот... В принципе, когда бурный рост, все это, он рвется внутри. Что не было полива, или... Чего? Чего там? Ну, реглон. Если высокие дозы реглон, у нас сухая гниль, почему получается? Поэтому, если реглон сжигает внутри, когда повышенная доза, поэтому не надо давать сразу, допустим, литр или два, лучше два раза по 0,5, чтобы... Первый этот... Вы убрали лист, второй высочий стебель. На голландчане они сейчас переходят на такой прием, что они косят зеленую ботву, сзади у них штанга, и сразу они обрабатывают реглоном. Естественно, меньше нужно реглона, и дозировка будет меньше. Ну, вот любитель цветущего картофеля, один год оставил практически весь картофель, три недели лил дождь, чернозем, практически трактор даже не проходил по полю, не говоря, с комбайном. Ну, а есть такой прием, когда новичок приходит играть карты, ему же всегда дают выиграть, но потом уже разденут. Поэтому мы ему подкинули, есть такой у нас прием, мы даем технику, на, попробуй, понравится, купишь, не понравилось, забрали. И мы ему подкинули самоход, и он говорит, мне таких четыре, а мы говорим, а 0,6 миллиона евро, а он, это 800 гектар картофеля в земле, ну, торговались, четыре у него есть самохода, сейчас он спокойно убирает. Потому что самоход, он, он, любая погода, он идет, картофель из грязи, он выдавливает, у него специальная опция есть, аксиальные ролики, поэтому... А мы тут, двое, пять лет, у нас такой был самоходник. Где у вас? Это Пуско, казались. Это Пуско, во, 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 во. Так вот я вам расскажу, мы, у нас были в небо приятном уголе, и пошел очень сильный дождь, и мы копали самоходу, прекрасно. Да. Но из 52 тонн мы смогли выделить картофеля 15, я сказала, хватит. Не, но это регулировка. очень хорошая почва, песчаная, легкая. Не, тогда он незаменимый будет на наших почвах? Не, 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 комбайн был не отрегулирован. Да приезжали специалисты... Ой, специалисты есть разные, поверьте мне, я знаю в компании, никто у нас работает. Поэтому к нам тоже Пуцко, кстати, выставил претензии, что вы говорили, столько тонн буду копать, а вот он столько не... Да, мы пригнали дрон, полный бункер, полный транспортер уже по завязку, облетели всю окрестность вокруг комбайна, ни одной машины. Пуцко выкладываем, говорю, ну чё? Старговались. Поэтому приходится таким образом. Ну, боковой подкоп тоже срабатывает, когда трактор не утрамбовывает землю, а проще работать. Ну, естественно, чтобы картофель не повреждался. Приемные бункера. Вот, кстати, здесь вот есть структуры, которые предлагают свой коммерческий товар, да? Я хочу вам показать такую вот фотографию. Видите, такой стоит, да? Вот, в прошлом году мы поставили, в 23-м году, такой красавец-бункер, да? А рядом с ним стоит вот такой. И тоже работает. И тоже наш голландский, да, который мы поставили, да? И когда мы подходим и смотрим, ааа, Яра, Яра, 93-й год. В 93-м году мы его поставили, он до сих пор работает. И в 23-м году они купили у нас вот этот. Потому что старый, 30 лет работает. И все. Продвижение товара коммерческого, любого качества. И все. Вот вопрос, который вот при хранении бывают такие. Ну, это когда мало кислорода, он внутри задыхается. Да. Поэтому это такая бывает. Если сухой, нет увлажнителя, картофель подведает, и особенно, когда на вал 4 метра нижняя поддавливается, и получается вот такая картина. Ну, увлажнители нужны. Вот, кстати, хранилище, это любители картошки цветущей. хранение, которое все тут я не буду засчитывать. Кого интересует, снимите параметры, что нужно делать перед и при закладке. Ну, дальше линии упаковки. Вот он у нас, когда он увидел, что этот бункер работает 30 лет, он у нас в прошлом году взял три линии автоматические по сортировке и упаковке картофеля. Полный автомат скатывается, пленка обматывается абсолютно. Люди только контролируют. И имеет вот такую внешний вид вот техника. Ну, и свои 5 копеек по тематике. Ну, вот, мы в Смоленщине, я посмотрел, думаю, да, нематода на моркови это что-то. Да, это что-то, да. По картофелю, да, голландцы, конечно, уже начали заниматься лет 30 тому назад, серьезно. Потому что, смотрите, ну, она активна же при температуре 1-2 градуса хранения моркови, она уже активна, да, при температуре 5 градусов уже начинает размножаться. Картофель храним 4 там плюс-минус, да, она уже начинает хранилище размножаться, поэтому голландцы очень сразу обратили внимание на это. Он, производит, вон, одна кладка, вон, 200-500 яиц выкладывает, и они начали, ну, с чего как боролись? поля обваловывали с четырех сторон, заливали водой, год держали воду, закачивали, чтобы это поле было под водой, год держали. Потому что вот такая картина, я думаю, она понятная, да, нематоды на клубнях. Ну, и сейчас вот они, потому что они много поставляют семенного картофеля, претензии большие, и поэтому вот такая картина у них. Вот так они чистят поля от нематоды. Вопросы? Извиняюсь, что я задолго. А вот на торфянике если выращивают семена, или это с торфяниками? Торфяники какую имеют проблему или преимущество? Проблема какая? В торфяниках там ничего нет из питания. Не случайно, кто выращивает рассаду капусты, мы берем в качестве сусстрата, что торф. Потому что если это хороший торф, там ничего нет совершенно. И нам нужно, если, допустим, подкормить, ускорить рассаду, мы добавили удобрений, она пошла бурно рост, погода испортилась, не можем выйти в поле, нам надо остановить рост капусты. Водой промыли, ушли, рассада встала, все полностью. В торфяниках ничего нет. Если вы... Семеные можно там? Нет, я еще раз говорю, что если вы идете на торфяники, во-первых, на торфяниках они очень чистые. Склеротини там никогда, морковь и склеротини там никогда не бывает. Но учитывайте, что они подходят поздно, торфяники, поздно, да? Летом, потому что черный цвет, они нагреваются конкретно. Для семенного картофеля не есть хорошо. Я вам показывал, что часы крутятся быстро, он маленький, но он уже старый. И он вместо вам стеблей бросит маленькие клубинки. Поэтому торфяники не есть хорошо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok